Садовые сооружения По цветовой гамме это на самом деле бывает от серого до белого, белый в краб, даже с какими-то, может быть, желтыми полосками, даже почти к черным. То есть это абсолютно цветовая гамма может быть очень разнообразной. Можно использовать известняк. Он менее долговечен, чем другие породы, зато углы быстро сглаживаются и на поверхности хорошо растут мхи или шайники. Они обогащают композицию и гармонируют с любыми растениями. Как правило, выбирается растение невысокого роста, даже почвопокровное растение. Растение, скажем, от 20 сантиметров до 40. Если это используются большие размеры или задний план, то растение можно использовать на дальнем плане, но высота все равно 70 до метра. Это, скажем так, альпийская клумба. Если мы не сможем, у нас нет условий создать, так скажем, правильный настоящий альпинарий, то мы можем просто хаотично расположить декоративные камни разных расцветок и между ними уже высаживать растения. На заднем плане, в дальнем, это у нас подушковидная елочка Глаука Глобоза, можжевельник Буфорос, самый горизонтальный стелющийся, кипарисовик средней высоты. Дальше у нас используются кустарнички, в которые мы добавим цветовую гамму. Это у нас Барбарис Харли Квинн, это спирея японская Голден Принц. Также используется почвопокровное растение, которое имеет немалую важную роль, которое заполняет у нас определенную почву. Это молодилы, это флукс шаловидный, это различные отчетки и камнеломки. Украсят такую композицию цветущие однолетники, например, петуния или бегония. Они заполнят пространство между камнями и добавят цветы альпийской клумбе.